Михаил пишет, поясните, пожалуйста, слова апостола Павла, «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Не понимаю, что значит «неверны». Да что тут не понять, если мы неверны? Неверность – это очень простое понятие. То есть тебе сказано, например, опять-таки, сказано не лжесвидетельствовать, а ты взял, например, там, поддержал там по малодушию и клевету на ближнего, вот ты уже неверен завету. Или скажут, тебе не пожелай, например, а у тебя, допустим, вот уже несколько дней там в душе желание иметь такую же машину, как у соседа, вот ты уже и нарушил завет. То есть неверность – это нарушение Божьей воли. А он пребывает верен. Да, то есть он пребывает все равно в заветенство. То есть мы заключили завет. Я тебе сделаю вот это, а ты сделай вот это. Ты говоришь, хорошо, и ты свое не делаешь. А он все равно свое делает. Вот это означает, что даже если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он говорит, собою клянусь, говорит Господь, умножаю, умножу тебя там, и так далее, и так далее. Аврааму говорит. Значит, и он пребывает верен. То есть ты сделай мне вот это, я тебе сделаю это. То есть завет – это обоюдное взаимопоручительство, что ли, это взаимные обещания, договорные отношения. То есть я сделаю тебе это, Господи. Вот мы сейчас находимся с Господом Богом в завете через кровь сына. В крови сына завет у нас. На Евхаристии Иисус Христос говорит, «Сия есть кровь моя нового завета». Потому что завет всегда в крови. Первый завет был, Моисеев завет, это был завет через кровь жертвенных животных. Покропил Моисей кровью, значит, животных, скинию, и предметы, все там, и народ. Вот, через кровь. А вторая, значит, новая завета – это в крови сына Божьего. Через эту кровь мы поступили с Господом в завет. Мы должны со своей стороны всеусиленно исполнять этот завет с Богом через его заповеди. А там, где мы их не знаем, эти заповеди, значит, не изучили, забыли, пропустили, не сделали, все равно завет сохраняет твердость со стороны Господа. Господь в завете. Он в завете с нами. Вот это и означает, что мы верны, неверны. Есть такая, знаете, такая история одна, я не помню ее источник, там это какие-то достопамятные сказания, что-то такое подобное, где некий монах полюбил девушку. Вот парню, в общем, снесло голову, а он монах уже. А еще хуже, еще беда, что девушка оказалась дочерью языческого жреца. То есть папа у нее был жрец, и там какой-то храм был, и он там каких-то животных приносил перед каким-то истуканом. В общем, там получилась какая-то такая страшная история. И он предложил, значит, монах был готов на все, чтобы эту девушку, знаете, жениться. Она сказала папе. Папа говорит, я спрошу у своих богов. Ну, пошел там, какие-то жертвы там приносил, там, какой-то дым там, этот вот этим дымом там дышал, там что-то спрашивал. Ему эти боги сказали, говорит, пусть отречется от крещения и от монашества, и от своего Христа пусть отречется. И пусть берет твою жену туда, все, пожалуйста. Он говорит, говорит монаху, ты нужна отречься от твоего Господа, во имя которого ты крещен, там, так далее. От твоего, значит, собственно, крещения, значит, и от монашества твоего. Вот, и, пожалуйста. И он решился все это сделать. Отрекся, короче, он как-то там от Господа, говорит, все, там, я там не хочу, все, поснимал себе все, отрекаюсь, там, все. Вот, а тут пошел опять к своим этим богам, там, эти жертвы там приносили, все. Они говорят, что-то еще мало, короче, что-то еще не хватает. Он говорит, что еще не хватает? Говорит, мы не знаем, но Бог его, все еще с ним. То есть сказали эти, говорит, мы не можем, типа, мы чувствуем, что еще пока рано, короче, жениться ему на твоей дочери, потому что он уже все сделал вроде. Но мы вот чувствуем, что Бог его еще с ним. И этот папа пришел к этому бывшему монаху и говорит ему, слушай, сынок, так и так, значит, сказали мне боги мои, да, что твой Бог, от которого ты уже отрекся, он все еще с тобой. Надо что-то еще придумать такое, чтобы вот до конца тебе с ним распрощаться, потому что он все еще хранит тебя. И тут пришел в ужас, когда он услышал, говорит, боже, надо же, какая любовь Господня, то есть я все сделал, чтобы, чтобы, как бы, ради чего-то, ну, ты ради этой барышни, да, девушки, то есть совершил предательство, да, такое максимальное предательство. И в отношении обетов монашеских и крещения своего самого Господа, а он все еще от меня никуда не уходит. И он тогда со слезами бросился в противоположную сторону и начал там искать, кому бы поисповедаться в грехе, вернул себе это монашество, пришел в страх и с благодарностью опять обратился к Богу, потому что Бог не оставляет его. Вот это, как бы, иллюстрация такая, где-то из достопамятных сказаний мне-то пришло в память при вашем вопросе, что это, что значит, что завет заключен, и со своей стороны Господь завет свой держит. Говорит, не оставлю тебя.